Здравствуйте, дамы и господа. Обзоры веб-камер вытягивают из небытия данный канал, поэтому, собственно, я продолжил. Нашел, поискал на Авито старшую версию Logitech. Это у нас 910-я, которая отличается от последующих отсутствием вот этой вот штативного гнезда, которая есть по очи. Ну и по размерам она уже более, скажем так, массивная. Есть микрофоны, блок камер, оптика. Carl Zeiss, 1080, кстати, на корпусе не написано, хотя она пишет 1080. Она массивная, менее удобная, потому что здесь нет таких упоров резиновых, как более массивных на 920-й и 30-й. Но картинку она, опять же, выдаривать будет, думаю, больше и лучше, чем вот эта. Собственно, сейчас вы за этим и пронаблюдаете. Ну что ж, начнем мы с китайской АЩИ, которая пишет видео, как я уже говорил ранее, 720 и растягивает его до Full HD. Это видно по картинке. И минус, который я заметил уже чуть-чуть попозже, после всех обзоров, которые были, это то, что объектив, который здесь имеет ручной фокус, то есть вы можете его подкрутить. Он помимо того, что дает эту бочку, которую вы можете видеть вот здесь вот наверху, да, он еще имеет маленький гриб. То есть вы можете как-нибудь накрутить его. И если вы будете уходить от этого фокусного состояния слишком далеко, вам будет его, вы будете в нем очень-очень мыльный. Вы и так в нем очень мыльный. Сейчас покажетесь, насколько. Вот это у нас сейчас будет 910-й Logitech. Как говорится, комментарии излишни. То есть вот здесь тоже видно, что это камера лучшего качества, несмотря на то, что снимаю я себя от одной лампочки. То есть сейчас я вас покажу, как это все выглядит. Вот так вот, да? То есть даже учитывая вот одну лампочку, видно, что качество у Logitech лучше. Но опять же не забываем, что одна камера, если покупать ее новую, стоит полторы тысячи рублей. А 910-я, даже если она еще продается, стоит в районе от 4 и выше, если считать даже новую ее поискать. В наши коронавирусные времена, она стоит сюда уж. Давайте добавим еще один источник света. Кстати, забыл сказать, что у Logitech есть автофокус. И это в корне меняет дело, а вместе с качеством картинки китайскую камеру спасает только цена. Сейчас я переключу звук на Logitech. И вы сравните качество звука. Ну, а так звучит уже Logitech 920. Опять же, записывая, как вы можете видеть по скринкасту, в 6 часов утра, мы вернемся на китайскую камеру. Ну, вы поняли, что Logitech более широкий угол дает. Потому что, когда я переключаюсь на китайскую камеру, она меня поднижает. Я становлюсь большим, большим. Итак. Ну, сами видите, все. То есть, в принципе, если вы себя как-нибудь не в полный рост, то есть, где-нибудь для видео-аудио-конференции уменьшаете, то это не будет существенно видна разница. Да? То есть, что китайское, что Logitech, в принципе, очень близко. Но, опять же, у Logitech'а, у камеры Logitech'а имеется большая гибкость. То есть, помимо того, что у Страша есть автофокус, то есть, вы можете его покрутить. Естественно, крутить его нужно, когда вы играетесь именно этой камерой. Вот так вот, да? То есть, вы вручную можете себя отфиксировать, отфокусировать, да? И, естественно, все эти антифликеры, они как-то отрабатываются. Я скажу, что лучше, но они отрабатываются. Вот. Насыщенность. Отличие от вот этой китайской насыщенности в Logitech'ах можно убрать в нулину. И просто сделать серый экран. Ну что ж, при дневном освещении выглядит вот примерно как-то так. Включил еще одну лампочку, на всякий случай, потому что уже 4 часа, пока еще дня. Но вот это вот ащи вот так вот у нас снимает Logitech. То есть, разница стала еще ярче, и я даже вам скажу чуть больше. Если мы возьмем Покафон, не используем его фронтальную камеру, которая там, насколько я помню, на 20 или 21 мегапиксель, разница. Ну вот теперь сравните Покафон и Logitech 910. Разница между ними 10 лет. Ну, как минимум. одна это веб-камера, другая это фронтальная камера телефона. 5 мегапикселей и, по-моему, 20. Ну и 10 лет разницы. По-моему, все вообще-вообще отлично. На этом, я думаю, все. все вообще-во, бляда и оправа, Electronic океан. Продолжение следует...